Потому что она почти больше всех пострадала. Больше всех сожжено деревень, больше всех уничтожено людей. Каждый второй почти погиб у нас на полочине. И вообще я вам хочу сказать, что гитлеровские генералы, когда начинали войну, они, казалось, все знали. Они знали, сколько пушек, сколько танков, сколько самолетов, сколько человек-эдиниц мы можем выставить против них. Но они не знали самого главного. Морального духа нашего человека. Они не знали, что через несколько дней после начала войны 2 миллиона комсомольцев, это молодежь, так сказать, от 15 до 18 лет. Добровольно уйдет на фронт. Они не знали, что через 2 месяца 5 миллионов коммунистов будут воевать. Они не знали, что каждой деревне, можно сказать, с начала войны собирали оружие, готовились, чтобы дать отпор. В каждой деревне были подпольные группы, в которой в 1942 году соединялись партизанские отряды. У нас они не знали, что рядом со взрослыми будут воевать и дети. Будут воевать и дети. Поэтому мы и победили. Мне кажется, если бы этого немцы знали, они бы не пошли воевать на Россию. Вот я вам сейчас немножко отвлекусь, покажу. Вот у нас музей посвящен. Вот Штыков Володя. Ему было 10 лет, когда он впервые обрезал у немцев телефон и провод от штаба. И когда немцы сказали, что они сожгут деревню, только тогда сосед пришел к родителям Володи и сказал, что забирали Вовку и уходили в партизанский отряд. И Володя, когда окончилась война, он был уже награжден медалью партизанской славы. Партизан Белоруссии первой степени. Вот все это дети. Ваня Титов. Ваня Титов. Он был 13,5 лет. Леня Косач. 14 лет. Ушел в партизаны в 13. Когда освободили, ушел на фронт. Погиб. Зина Портнова, герой Советского Союза. Девочка, которая отравила 70 немцев. Петр Клыпа. Два месяца раздавалась звук его трубы в Бресте. Лисицын Петя. 14 лет. Пустил под откос 22 вражеских эшелона. Награжден Орденом Ленина. Награжден Польским Золотым Крестом. Благодаря ему Краков был взорван... Это не взорван немцам. Немцы его заминировали. Награжден Орденом Краков не был уничтожен, но... Елисейенко Иван, 13 лет ушел. Нина Муравьева, ей было 12 лет. Дима Потапенко. Аня Войтовича, Измайловича. Все они партизаны, разведчики. И почти все они погибли. Вот, сейчас покажу, где здесь партизаны. Вот Ваня Читов стоит. А вот здесь стоит Петя Лисицын. Во, вот он. Вот Петя Лисицын. Вот эти девочки, Таня Бичанова, Валя Бичанова, Робцевич. Они были, они расстреляны немцами. Петю избили, Диму избили до такой степени, что он был полумнослив, когда мальчики нашли его на мусорку. И выбросили на мусорку. Так что, о каких может быть... В каком году они были расстреляны, кстати. Таня, Валя, они были расстреляны в 43-м году. В 1943 году. Вот здесь, вот на этом стенде. А стариков... сожгли. И вместе с ними сгорел их ксенс. Потому что он не захотел оставлять свою пасту. А по временам, в какое время события происходили? Какие-то годы были? Год. Год? Наверное, 43-44 годы. Наверное, 43-44 годы. 1943-44 годы. И this... the name of this village was? А как бы повторить название деревни, пожалуйста. Росица. Росица. Вилоч Росица. How far? Дрятульский. Далеко отсюда? Дрятульский. The Dretels district... далеко отсюда? Ой, как все это в районе? 40. Верхнедвинский район. Верхнедвинский district, about 40 километров. Кеметров 100, наверное. Да, достаточно далеко. Это уже ближе к Западной Гермаруси. Верхнедвинский район. В Ниадыбоне. So which village has its own stories? Азвейский район. То, что творили здесь немцы во время войны, действительно невероятно. Азвейский район. Азвейский район. Он спрашивает, значит, после всех этих ужасных событий, которые происходили на этой земле во время войны, как люди уже, может быть, последующие поколения, или сейчас, или во время Советского Союза относились к немцам, и к их детям, и как они вообще разговаривали. То есть, ну что, каково было отношение после всех этих ужасных событий на протяжении поколений? Я хочу сказать, что я не знаю. Мы встречали. В моем мае во времена детства был интернациональный клуб в Доме пионеров, и мы переписывались с немецкими ребятами, и они приезжали к нам постоянно в лагерь в Ленине. Были международные смены. Ну, это вот когда я была маленькой. Мое детство... Враждующего отношения не было. Не было. Вообще враждующего не было. Но были моменты. Возвращение, или что-то еще, после войны, после следующей генерации, не было ничего против Германии. Сейчас все из нас не было против Германии. Но в этой войне, конечно же, локалисты любили армию, Германии, и все это зависит от них. У нас в музее были немцы. Делегация немецкая. И когда мы им рассказывали, я рассказывала, то здесь сидели и все и плакали. Сидели и плакали.